Кокер-спаниель, лабрадоры-хаски – самые популярные породы собак в Северной Осетии. Их тысяч по всей республике. Но у заводчиков есть эксклюзивные породы питомцев. Одна из самых редких разновидностей собак в мире – алано-испаньол, или аланский док. За последние годы эта порода набрала большую популярность. Появились даже и те, кто решил заработать нечестным образом, продавая якобы чистокровных животных. Как не попасться на уловки таких мошенников, выяснял Марат Гогаев. Эти собаки – представители одной из самых редких пород во всем мире. Аланский док, или как их еще называют – алано-испаньол. Сейчас на земле их насчитывается около тысячи. Тамерлан Карданов – хозяин одного из них. Пса зовут Рагон. Тамерлан завел его полтора года назад. Рассказывает, что эта порода считается боевой, но не бойцовской, что очень важно. Несмотря на это, животные дружелюбные. Правда, к каждой нужен особый подход, говорит владелец. К каждой собаке свой подход. Характер у них очень разный. Вот Рагон, например, он очень умный пес, но он балованный. И я его поза начал дрессировать. Он балованный очень. И характер показывает, и гривый он. Чтобы его заставить работать, это к нему особый подход нужен. До недавних пор алано-испаньолов разводили лишь в Испании и Италии. Там аланскую породу собак ценят не за красоту, а за трудолюбие и смелость. Они считаются хорошими охотниками, охранниками и даже няньками. Именно этих собак когда-то брали с собой в плавание первые конкистадоры. Без них не проходила ни одна испанская забава – коррида. А короли и вельможи на охоту шли только с ними. И спустя века алано-испаньол не теряет свои навыки. Они легко могут взять след и быстро настичь добычу. Об этой уникальной породе собак впервые рассказала известный в Северной Осетии режиссер Тимина Туаева в документальном фильме «Аланы. Дорога на запад». Картина посвящена истории похода наших предков в Западную Европу. Особое место в фильме уделяется собакам породы алано-испаньол. Она очень преданная, очень верная. И за ней такая история. Вот если можно о собах, как так сказать, они уважаемая порода. Человек должен соответствовать по своим моральным качествам собаки. Представляете? То есть вот это поразительная, конечно, вещь. Потому что ни об одной другой породе этого сказать нельзя. Наша республика сейчас считается центром заводчиков этой уникальной породы. Специалисты проводят огромную работу по восстановлению и сохранению чистоты этой породы. У собак есть даже свой национальный клуб. Там всех регистрируют и присваивают свою родословную. Но соответствовать стандарту непросто. Отбор жесткий, говорит руководитель нацклуба Руслан Кукаев. Многие не проходят по стандарту. И около 25-30 собак на данный момент уже с родословными. Данная порода, как и любая другая, она имеет определенные стандарты. Как в размере, как в весе, так и в плане характера. По размерам можно сказать, что кобели у них достигают 45 килограммов. Суки – 35. Как правило, собак покупают для охоты и охраны домов. Главный вопрос местных собаководов – где приобрести чистокровных щенят этой редкой породы? Представители национального клуба готовы помочь. Для этого они даже ведут страницу в социальных сетях, где рассказывают и показывают все о балансском доге. Марат Гугаев, Александр Левченко, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии. Новости Осетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова